Благодаря комплексной программе оснащения и обучения кадров здравоохранения в Восточно-Казахстанской области мы сегодня получаем колоссальные результаты. Один из таких результатов – это, конечно, расширение видов ВТНП в нашей области. К примеру, если сказать, в 2021 году, если по нашей области выполнялось всего 15 видов высокотехнологической медицинской помощи, то на сегодняшний день, в 2022 году мы выполнили уже 33 вида. Конечно, все это стало благодаря возможности обучить наши кадры в ведущих клиниках мира и оснастить оборудованием клиники, которые сегодня проводят данный вид услуг. Нужно отметить, что по нашей области 7 больниц сегодня выполняют высокотехнологические медицинские услуги. Это, конечно, областные наши лечебные учреждения, такие как областная больница, центр онкологии и хирургии, центр матери ребенка. Но еще отрадно, что высокотехнологическая медицинская помощь стала доступна и для нашего сельского населения. Примером тому может служить Алтайская районная больница, где на сегодняшний день обучены специалисты. В этом году будет уже закуплено оборудование для выполнения данных видов операций. И жителям уже данного региона не нужно выезжать за пределы для получения высокотехнологических видов услуг. Еще бы хотелось отметить, что согласно приказу о высокотехнологической медицинской помощи, сегодня в Казахстане выполняется 78 видов. По нашей же, по восточно-казахстанской области, как я сказала выше, это 33 вида, что составляют 42%. То есть это большие результаты. И, конечно, основная цель внедрения высокотехнологической помощи – это оказание качественной, высокоспециализированной медицинской помощи для нашего населения. Дать нашим жителям возможность получить эту помощь, не выезжая за пределы. Высокотехнологические медицинские услуги – это те операции, которые по уровню своей сложности, по частоте применения – это очень такие редкие и очень сложные виды. И чтобы выполнять их, конечно, нужно иметь опыт медицинских работников и, конечно, нужно иметь соответствующее оборудование. И нужно отметить, что у нас ежегодно происходит оснащение медицинским оборудованием наших клиник. Примером того вот как раз может служить Центр онкологии и хирургии, который за 5 лет буквально произошло оснащение всеми видами, начиная от диагностики и заканчивая реабилитацией. Все виды услуг сегодня в этом центре оказываем на высокотехнологическом медицинском оборудовании. И, конечно, параллельно шло обучение кадров. Без этого сегодня невозможно движение нашей медицины. И обучение в ведущих клиниках и внедрение опыта зарубежных коллег в здравоохранение нашей области и дает сегодня вот такие результаты. Это современнейший центр, который будет оснащен самым новейшим оборудованием в плане диагностики гематологических заболеваний, лечения. Кроме лечения гематологических заболеваний, здесь будет развит у нас Центр кардиохирургии, Центр соматических заболеваний. То есть это будет современная многопрофильная клиника, которая будет оказывать вот как раз один из высокотехнологических методов лечения не только гематологических, но и других пациентов. И, конечно, оборудование, которое там будет установлено, такие как компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ангиограф самого последнего поколения, позволит нашим докторам как раз внедрять все новые и новые технологии. Мы планируем, что этот Центр позволит оказывать помощь не только нашему региону, но и жителям Казахстана. Редактор субтитров А.Семкин